Столетний юбилей отметил один из старейших и красивейших храмов Среднеазиатского митрополитчьего округа. В день престольного торжества Свято-Алексиевского собора Самарканда митрополит Ташкентский Юзбекистанский Викентий возглавил здесь Божественную Литургию. В конце XIX века число православных жителей в Самарканде увеличивалось с каждым годом. Тогда и возникла необходимость строительства просторного храма, который вмещал бы всех верующих. Буквально за 10 лет здесь возвели Величественный собор, который осветили в 1912 году в честь святителя Алексея Митрополита Московского. Проект собора был разработан знаменитым петербургским архитектором. В безбожные годы Дом Божий, как и большинство азиатских православных храмов, использовался не по назначению. Но, к счастью, сильно разрушен он не был. В последние годы советской власти Свято-Алексиевский собор находился на балансе Государственного музея-заповедника. В 1996 году, когда храм передали Православной Церкви, в дни празднования 125-летия Ташкентской Среднеазиатской епархии, приз напоминаемый святейший патриарх Московский в Сея Руси Алексий II вновь осветил этот собор. В нынешнем году, в день престольного торжества, собор встретил 100-летний юбилей. Праздничную службу возглавил глава Среднеазиатского митрополитического округа Владыка Викентий. Поэтому престольный праздник Свято-Алексиевского храма стал для жителей Самарканда двойным торжеством. Приезд митрополита – это само по себе радостное событие. Хочется отметить, что в Самарканд митрополит Викентий приезжает уже третий раз. И я, как сама прихожанка храма, очень радостно радуюсь этому событию, потому что это здорово. И когда такое благочестивое чувство, когда митрополит служит, вот такой потрясающий хор, такая потрясающая служба. Владыка Викентий поблагодарил местных жителей за то, что они не только сохранили собор в его почти первозданном виде, но, что еще важнее, сумели сохранить веру и любовь к Богу в своих сердцах. Архипастер благословил свою самаркандскую паству на Великий пост, пожелал им избегать искушений и хранить мир в своих душах. Мы настоим на пороге этого Великого поста. И мы можем сейчас посмотреть на себя, увидеть себя. И, увидев в себе то, что не соответствует христианскому нашему призванию, мы должны от себя это все отметать, освободиться от этих всех своих препятствий мирских и греховных. И чтобы у нас, в нашей жизни, в нашей жизни христианина православного, которые бывают и в церкви, и в семье, дома, и на работе, везде мы были бы свидетелями веры Христов. Продолжение следует...